доброе утро дорогие братья и сестры продолжаем с вами читать 1 коринфянам 10 главу давайте потихонечку пойдем стих за стихом 23 стих конечно же очень такой известный не буду читать весь отрывок пойдем как пойдется все мне позволительно но не все полезно все мне позволительно но не все назидает никто не ищет своего но каждой пользы другого здесь вот указано два принципа в этих двух стихах которые конечно же достоин рассмотрения по отдельности первый принцип всем не позволительно но не все полезно всем не позволительно но ничего назидает ну этот конечно же как и любой другой стих как и любой другую идею этот стих можно использовать в здравом ключе или можно использовать для того чтобы оправдать свое какое-то цикки неправильное действие может быть даже грех и так далее все мне позволительно вообще мы здесь говорим о конь в контексте мы говорим в контексте разбирание вопроса об идоложертвенном то есть это не значит что как некоторые думают что нам нужно все пробовать в этом мире все что не попадя то есть в том числе и какие-то неправильные вещи нехорошие то есть все позволительно не в этом смысле вот понятное дело что в целом мы свободны вот свободно выбирать как жить и так далее так далее так далее вот но павел не имел ввиду пробовать все как вы знаете такой есть принцип на на планете нужно попробовать все вот в этой жизни нужно попробовать все и некоторые люди используют его как как оправдание тому что они не приходят к христу вот некоторые христиане ссылаясь на этот стих говорят у меня все позволительно в чем проблема я хочу тоже попробовать там то и это когда 10 но это на самом деле глупый принцип вот что я но как что нужно попробовать все он странный то есть почему-то говоря нужно попробовать все человек начинает думать сразу в сторону очень деструктивного я уж там не говорю про всякие там пить курить ругаться матом вот но если 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 очень хочется ну я не знаю там попробуй горящих углей зашиворот себе насыпать надо же все попробовать тогда попробуй палец себе отрубить тоже в принципе очень острое ощущение понимаете то есть странный принцип и конечно же человек в реальности не хочет пробовать все хотя он так декларирует декларирует это он только для того чтобы оправдать свое нежелание прийти ко христу вот я еще не попробовал все так ты не сможешь попробовать все никогда ты не сможешь попробовать все попробую разной степени силы удары током не знаю там 110 вольт 220 вольт 380 вольт попробуй вот как там ощущение ничего нормально понятно что человек в здравом уме не будет все делать вот но принцип используется все мне позволительно но не все полезно ну понятное дело сразу же оговорочка да то есть бог и для того и дал нам для того и дал нам разум для того чтобы заранее понимать что есть хорошо что не что есть плохо то есть человек или там не человека существо без разума ну в общем то обречено тыкаться просто методом тыка познавать то есть просто не участь на ошибках других методом тыка методом проб и ошибок познавать этот мир но все-таки господь дал нам еще один инструмент голова дана нам не для не только для того чтобы в нее есть голова дана для того чтобы понимать последствия каких-то действий оценивать опасность и находить способы избегать ее поэтому правил так говорит да пожалуйста можно можете делать все что угодно хоть головой об холодильник биться но будет ли это полезно будет ли это будет ли это хорошо и дальше павел дает еще одно ограничение то есть да и понимаю что можно многое пробовать но насколько это будет нас назидать и здесь павел в конце концов по голову угла все-таки ставят веру то есть вот наша жизнь нам дана не для того что ну как вот какой вывод отсюда можно сделать что наша жизнь да нам не для того чтобы попробовать ну даже и будучи верующими попробовать как можно большее количество впечатлений всевозможных там я не знаю прыгнуть с прошу там попробовать какой-нибудь неведомый невиданный фрукты доселе попробовать кухню такую секую там прыгнуть с трамплина с прошу там покататься на том на сём там не знаю выжить в джунглях то вот как бы не для этого данном жизнь да прикольно когда иногда иногда время от времени получается попробовать что-то новенькое вообще классно сам люблю сам время от времени это делаю мне так часто получается вот но тем не менее всегда за но павел говорит как насчет наседания то самое главное наше собственно наполнение нашей жизни должно быть не наполнение себя вот этими впечатлениями которые суть просто эмоции которые как 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 туман рассеиваются ну солнышко встал туман рассеялся вот то есть мы получили какую-то эмоцию впечатление да классно но ну и все то есть она не стойкая и в вечности на самом деле она не имеет веса не имеет значения но назидание который господь нам предлагает и которому призывает вот она имеет вечности вес она имеет вес даже для нашей жизни потому что она исцеляет нашу душу она ну если уж извините за грубое слово на вправляет мозги то есть настраивает нашего наши приборы правильным образом и мы можем воспринимать реальность адекватно по-настоящему так как господь этого хочет так как господь это видит это позволяет нам принимать правильное решение в жизни и на самом деле это исцеляет душу для того чтобы нам иметь общение более полное общение с нашим господом вот поэтому поэтому вот здесь мы видим что если говорить о том что вектор наших усилий обращен к себе на то чтобы наполнить себя на то чтобы благословить там себя то во главу угла ставится назидание павел говорит ну давайте вот лучше стремиться к этому это более правильно более полезно полезно для всего все то есть назидание ставится во главу угла но также есть другой вектор 24 стих никто не ищет своего но каждый пользу другого то есть казалось бы что назидание но это уж вообще круто да это уж вообще прям духовный духовне некуда то есть человек вроде как не ценят вот вот эти все эмоциональные вспышки но свой фокус направляет на назидание самого себя до вере там и так далее ну типа это вообще круто а павел говорит нет есть еще более крутая штука никто не ищи своего но каждый пользу другого это вторая заповедь напомню исполнение второй заповеди первой заповеди это возлюби бога всем сердцем своим всем разумением всей душой всей крепостью своей а вторая подобное как сказал иисус никто не ищи своего но каждый пользу другого возлюби ближнего как самого себя то есть ты хочешь вот чтобы у тебя было все классное назидание там прочее прочее вот сделай это ближнему ты хочешь чтобы у тебя тебе было хорошо сделай ближнему хорошо то есть павел поднимает планку наше выхождение с богом еще выше планку нашей реальности еще выше и говорит ну вот круче всего это вот конечно каждому искать пользу другого то есть каждому любить ближнего вот вот он вектор правильный вектор настоящий вектор и понятное дело в каждом из нас может это делать в разной мере но тем не менее каждый из нас может это делать то есть то что кто-то может делать немного это не оправдание тому что он вообще не должен делать вообще ничего не делает то есть на самом деле каждый может делать в разной мере но каждый это может делать и и более того каждый это призван делать поэтому дорогие братья и сестры вот здесь вот павел ну как он любит как в принципе правильно то есть он сначала рассуждает какие-то разбирать какие-то практические моменты потом дают основополагающие принципы снова на на основе их дает какие то практические моменты снова дает принцип и в VISI вот нас момент когда он дает принципы принципы взаимоотношений принцип отношения вообще к жизни поэтому мы видим что он говорит такое лирическое отступление он делает небольшое давая вот эти принципы говорит ну вот все все могу но зачем да а из того что я могу может быть выбрать то что послужит моей вере на издание моей веры а из всего оставшегося может быть выбрать то что послужит ближнему к назиданию вот такой вот вектор предлагает нам павел молодец давайте стараться также отец наш небесный научи нас пожалуйста любить тебя всем сердцем и делать то что ты говоришь избегая всяких глупостей господь но стремясь к твоему к вечному во имя иисуса христа аминь да благословит вас господь